Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, наш очередной выпуск новости-хреновости. И сегодня 27 сентября 2024 года. Что же день прошедший принес нам? Криминальные новости. 70-летняя бабушка устроила перестрелку из-за грибного места под Питером. Ее жертва трижды ранена. 74-летняя дама собирала грибы и ягоды у Белоострова. Вдруг к ней подошла неизвестная ее возраст и выстрелила 4 раза из травматического пистолета ОСА. Это вот такая здоровенная резиновая пуля, которая вполне может сойти и за боевую. Три пули поправили в бедро и задели кость. Так что, друзья мои, вот такие вот разборки среди старушек. Ну, Питер, Питерская область, непростые места. Я, друзья мои, подозреваю здесь одержимость. Просто дикость, да? Женщины в возрасте устраивают разборки и стрельбу. Вот и сходило за грибками. Трагическое и кровавое происшествие в Балаково, когда была зарезана, ну, молодая женщина предпринимательства, ей перерезали горло неизвестные мужчины и похитили, а потом, значит, нашли ее мертвой. Сейчас выяснилось, что убийство заказала ее соседка. И там колдовство, роман, друзья мои, все, все, так сказать, как у нас в жизни. Самые враги ближние наши. Соседка заказала соседку. Тоже, в общем-то, молодые женщины не поделили мужчину, и вот кровавый результат. Одна в тюрьме, одна в могиле. Так что, друзья мои, времена непростые. Бесы нашептывают, нашептывают на ухо, говорят. Россиянкам, родившим ребенка, планируют давать максимум дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ. То есть, молодые девочки после школы, которые после ЕГЭ, время, да, они за это время должны родить. Родить, и тогда им дадут дополнительные баллы. Ну, те депутаты Госдумы, которые предлагают этого, наверное, у самих у них детей и внуков. Ну, я сомневаюсь, что они есть. Потому что молодой маме, которая только родила, и все ее время уходит и днем, и ночью за заботой и уход за ребенком, ну, поступать в ВУЗ и учиться в нем продуктивно, ну, явно не получится. Но, видимо, настолько нужны власть имущим детям, что они готовы не помощь какую-то, да, не квартиру, а дополнительные баллы. Забавно, друзья мои, видно, денег у них уже нету. Значит, в Госдуме рассмотрят запрет двойного гражданства для россиян. Изменения предлагают внести в федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, чтобы государство могло забирать паспорта тех, у кого их несколько. Ну, друзья мои, помнится, по-моему, в то время, когда Валентина Терешкова за колет космический, как это в частушке Валентины Терешковой за полет космический, космонавты подарили что-то автоматическое. Ну, друзья мои, когда дождь сыпет, дождь сыпет. Ну, ничего, ничего, дождик. Дождик – это хорошая стихия. Ну, так вот, по-моему, тогда тоже, или когда Конституцию меняли, предполагали, что лишить двойного гражданства депутатов. А потом как-то это замяли. Помнится, тогда говорили и о горячих завтраках, обедах для школьников бесплатные. Тоже об этом забыли. То есть все это было ложью, друзья мои. И тогда для депутатов, сначала для некоторых, решили сэкономить, чтобы власти мужчины имели двойного гражданства, а потом вообще замылили. Как мы понимаем, двойное гражданство, значит, для других недоступно, а для именно вот этой, как сказать, класса этих чиновников-буржуинов, потому что по-другому их не назовешь. Явно это не пролетарии. Для них особая зона. Им все можно. И собственные заграницы, и двойное гражданство. Ну и вообще, да. То есть это, так сказать, элита. Элита. Я бы сказал, отрицательная элита. Да что такое? Что такое? К россиянам молодому ворвались силовики из-за переписок о создании оружия в игре. Парень обсуждал с другом в ВКонтакте зомби-экшн, и там какое-то оружие обсуждал в переписке. Но, так мы понимаем, ВКонтакте это ГБшная контора, где, не дай бог, там что-то написать, сразу там читают все. Какой штат нужно иметь, чтобы все это читать? И кто-то решил, что это в игре про зомби, там совещаются террористы. И к молодому человеку в 6 утра, сломав ему дверь, вломились группа захватов. Но, к счастью, видимо, прояснилось. Оружие они не нашли у него, и, видимо, выяснилось, что это просто игра. Помнится, каких-то подростков уже сажали за то, что в игре в какой-то они взорвали какое-то виртуальное управление ФСБ. Тогда им, по-моему, дали реальные сроки. Что же, друзья мои, Лукашенко заявил, что не знает других людей, кроме себя самого, которые могли бы руководить страной. Ну, неудивительно, всех конкурентов, всех передавили. У нас тоже, по-моему, альтернативы нет. Есть только Санцеликий, бессменный руководитель, ну, которому, конечно, альтернативы нет. Не дай бог она появится, тут же этого гражданина закатают в цемент. Совершенно без этого. Вместо мигрантов из Средней Азии в России будут работать индийцы и пакистанцы. На фоне острого дефицита кадров российские компании планируют привлекать мигрантов из Индии и Пакистана. Эксперты сообщают, что начало года зарплаты мигрантов взлетели на 40%, обогнав антишников и продолжают расти. Одним из решений стало привлечение мигрантов из Индии и Пакистана, а также Ирана, ЮАР и Сирии. Они будут дешевле местных работников. Но, друзья мои, местным зарплаты не повышают и не платят. Местных уничтожают, выдавливают. Вот очередное от этих мудрецов, думских мудрецов. Давайте из Пакистана завозить, своего народа у нас нет. Но они не подозревают, что эти люди, их точно, их и их детей выбирать больше не будут никогда. Они найдут своих. То есть они хотят поменять народ, но вместе с народом они поменяют и себя. Вот до этого их, так сказать, мозгов не хватает. Духи с ароматом А. Ароматические свечи с ароматом шамана. Шамана, как вы понимаете, который песенки поет. Ненастоящего свечи с ароматом шамана завезли в российские маркетплейсы. Почувствовать запах разведенного певца можно за 400 рублей. И они называются, да, вот, аромат России. Такие названия. Аромат патриотизма. Набор трех свечей шаман. Да, там, помоги России, купи свечу шамана. Ну, это, друзья мои, конечно, просто издевательство. Да, вот за это, наверное, надо за оскорбление России. Говорят, что аромат какого-то этого белобрысого мерзавца, который изображает из себя певца, является ароматом патриотизма. Ну, друзья мои, вот, заплатить гораздо больше, чтобы не нюхать и не слышать его. Чтобы вообще его куда-нибудь... Не буду говорить куда. Куда бы этого молодого человека стоило бы употребить. Явно не в певцы и не в лидеры молодежных движений. И, конечно, его отвратительный вонючий аромат. Вот этого мерзавца, который развелся со своей женой и при этом, значит, еще изображает из себя такого хранителя традиционных ценностей. Мы, друзья мои, видим, что те, кто призывают к семье, к традиционным ценностям, не являются таковыми, как председатель Госдумы Володин и вся остальная шарага. Да, они явно не поклонники традиционных ценностей, а скорее наоборот. Но нам пытаются внушать, что это такие граждане. И шаман, который развелся, ну, показывает свое, так сказать, отношение к семье. Поэтому пусть в Думе заказывают себе свечки, вставляют во все места и нюхают друг друга. Там им это привычно, как говорится, обнюхиваться, кто из них что представляет. Но вонь мертвичины, которая несется из этих кабинетов, никакими дорогими духами не затмить. Вот такие, друзья мои, новости, видите, на 9 минут. Тоже, в принципе, ничего такого позитивного не удалось. Да, население России собираются менять на иранцев, пакистанцев, сирийцев, севернокорейцев, кого угодно. Кого угодно. А своих куда девать? Для своих только дорогущие платные кладбища. Еще и навариться на смерти, как мы понимаем, они тоже успевают. Даже на костях сумеют сделать себе состояние. Ну, и все остальное, друзья мои, тоже печально, печально. И этот дождик плачет вместе со мной. Виден ли свет в конце туннеля? Да, друзья мои, я его уже вижу. Я уже вижу этот свет. Но как бы это ни оказался, несущийся по туннелю паровоз, чтобы с ним встретиться. Все, драгоценные, пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok